Если ранее заемщики могли обращаться с просьбой о предоставлении кредитных каникул на постоянной основе только в случае с ипотекой, то с 2024 года это правило касается и потребительских кредитов. Отсрочку на срок до полугода можно оформить при снижении дохода за последние два месяца более чем на 30% или если пострадали от чрезвычайной ситуации. Обсудим, как это скажется на ситуации в сфере с Инной Литвиненко кандидатом экономических наук доцентом МГГУ. Инна, здравствуйте. Добрый вечер. Какой объем льготных кредитов вообще был зафиксирован по итогам 2023 года? По итогам 2023 года был зафиксирован объем льготных кредитов на сумму более 11 трлн рублей. Причем половину из этих денег составила именно льготная ипотека. Конечно же продление льготной ипотеки с 1 июля 2024 года как раз таки значительным образом сказалось на данной тенденции и вторая половина 2023 года показала нам значительные объемы, выданные по именно льготной ипотеке, да и в целом по льготному кредитованию. И надо сказать, те новые тенденции, новые инициативы, которые мы наблюдаем в данный момент, связанные с субсидируемыми кредитами, в целом способствуют повышению спроса. И также именно на льготную ипотеку, семейную ипотеку и льготную ипотеку. А вот если мы будем рассматривать нововведение о том, что сейчас можно вот эти кредитные канюклы брать еще и в случае с потребительскими кредитами, как может измениться спрос в связи с этим нововведением? Касаемо потребительского спроса на льготное кредитование, здесь, конечно же, также мы увидим тенденцию увеличения спроса. Мы видели эту тенденцию и в первой половине 2023 года, более значительно она проявилась во второй половине 2023 года. Я думаю, что первая половина 2024 года где-то до 15% нововведения поспособствует увеличению спроса на потребительское кредитование. А какой доля заемщиков региона может коснуться? Скольким жителям это может быть вообще интересно? Касаемо Пермского края, за первые четыре месяца 2023 года было выдано 11,5 тысяч ипотечных кредитов. И как раз таки на сумму 32 миллиарда рублей. Надо сказать, что 2,2 тысячи составили именно льготная ипотека выданных кредитов. И надо сказать, что эти цифры опять-таки выросли благодаря продлению льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Жители Пермского края положительным образом отреагировали. И надо сказать, что размер льготной ипотеки вырос в среднем до 2,8 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом. За предыдущий период за 2022 год именно это был размер 2,4 миллиона рублей. То есть за 2023 год перемяки в основном брали сумму в среднем от 2,8 миллионов рублей. И надо сказать, что за 2024 год данная тенденция скорее всего продолжит расти. Я думаю, что в среднем сумма льготного ипотечного кредитования может вырасти до 3,2 миллионов рублей. Да, и наблюдаемые тенденции также положительным образом скажутся. Скорее всего январь-февраль мы не будем наблюдать резких изменений. А вот уже весна-лето покажут опять-таки рост спроса на льготное ипотечное кредитование. Спасибо большое, Инна, за такой экспертный обзор. Напомню, что сегодня о льготном кредитовании, о кредитных каникулах мы говорили с Инной Литвиненко, кандидатом экономических наук, доцентом МКГУ. Благодарю вас.